Более 13 тысяч военных, ракетные комплексы, самолеты и вертолеты. В Москве прошла генеральная репетиция парада. Все было максимально приближено к тем торжествам, которые пройдут 9 мая на Красной площади. За прогоном следил наш корреспондент Дмитрий Забрудский. Ритм задают барабанщики 120 ударов в минуту. Каждый участник парада сделает 700 шагов по Красной площади. Это 330 метров, на которые у них уйдет по 5 минут 50 секунд ровно. 35 парадных расчетов действуют как единый организм. Военнослужащие тренировались несколько месяцев и в снег, и в дождь, стирая обувь и натирая мозоли. Если наша служба порой и не видна, выполняем определенные задачи, то здесь мы перед лицом и верховного главнокомандующего, и перед лицом своих сослуживцев, а также родителей, ветеранов в том числе. Самое трудное это стоять, наверное, и когда ты понимаешь, что все эти люди смотрят именно на тебя. Потому что ты проходишь ближе всех к трибуне. Коробка. Так военные называют парадный расчет. Попасть в нее могли только лучшие из лучших. Такими оказались 13 тысяч солдат и офицеров из всех родов войск. Причем не только мужчины, но и женщины. Секретное оружие российской армии, курсантки Академии ВКС, Следственного комитета, студентки Университета МВД и дебютантки Парада Победы. Женский взвод в составе роты почетного караула. Никаких скидок на пол и возраст. Традиционно по брусчатке прошли представители военных династий. В 45-м в параде принимал участие маршал авиации Красовский. В 2019-м его правнук Сергей. Чувства переполняют. Огромная ответственность перед самой Росгвардией, перед институтом, перед родителями, девушкой, знакомыми. Ну все, кто знает. Технику тоже показали поколениями. Вслед за ветераном Т-34 выехали самые современные танки «Армата». Всего на параде Победы покажут 150 единиц техники. От легковых автомобилей до многотонных зенитно-ракетных комплексов. По Красной площади проедут Ярсы, Искандеры М, С-400, новейшие бронетранспортеры «Бумеранг». Премьерой этого парада Победы станет кабриолет «Аурус Фаэтон». Он построен на той же платформе, что и лимузин президента страны. Автомобиль с этого года станет постоянным участником военных торжеств. Кульминацией праздника станет авиашоу. Над Красной площадью на минимальной высоте пролетят 74 самолета и вертолета.